привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я покажу встречу коллекционеров в харькове к нам иногда приезжают гости из других городов сегодня покажу вам интересные дорогие статуэтки ребята приехали из павлограда днепропетровской области встречи в харькове проходит каждое воскресенье возле клуба жара в парке машиностроителей с 9 утра до 12 дня давайте посмотрим что там было интересного всегда приятно увидеть подобные экземпляры вживую пощупать оценить их размер это как они будут смотреться в коллекции хотя я лично чаще покупаю в интернете так как отлично работает доставка до покупки лота можно попросить все необходимые фотографии и при получении убедиться что все нормально и оплатить по факту на форуме виолите где обычно обсуждают лоты до выставления на продажу я нашел описание этой агитационной статуэтки так как действительно вещь очень редкая и красиво сделана я вижу что она даже выставлялась 25 августа с 1 гривны но так как лето конечно не лучшее время для активных продаж как много кто тратится на поездки на моря на отдых может кому-то нужно сделать ремонт в загородном доме видим что данная статуэтка не набрала даже резервной цены после первой волны карантина в мировую экономику поступило довольно много свеженапечатанных денег конечно это касается больше сша где выплаты были довольно серьезные но и в украине можно было получить помощь от центра занятости и это увеличило количество денежной массы в мире я знаю многих коллекционеров кто решил диверсифицировать свои накопления вложив их в серебряные золотые монеты а некоторые мои знакомые вкладывают предметы искусства как раз вот такие вот статуэтки тема статуэток довольно интересное для меня я решил штук 10 прикупить так для себя для своего удовольствия но не сильно дорогих давайте посмотрим что здесь немного дешевле украинской тематика у меня есть казак у меня вакула есть а этот такой казачок симпатичный вот бандолист два таких персонажа а это как называется можно посмотреть сколько такой стоит с именем ленина Сколько стоят? Да, 30-е годы. 800 долларов. 800 долларов. Вернись, 30-е годы. У меня лицо там видно у него? Да, конечно. Формат еще по разукрашиванию. Может быть, более красный такой вот. У меня есть монета Украины с бандурой. Вот такая статуэтка-бандуристка. Я решил к тематическому ряду купить вот такого бандуриста. Что я себе еще взял? Вот такие танковые часы. Давайте узнаем, где они еще используются. Допустим, станции какие-то подкачивающие. Могли и на станки. Я точно не буду говорить. Но я знаю, что на станции, на электрические станции ставили часы вот такие, вот такого плана. Просто бывает вот эта комбинация вот этих усиков, бывает без усиков. Ну, то есть очень-очень много. Пять дней. Ну да, подписано пять дней. Должны прямо огонь. Да. Давайте посмотрим, какие актуальные цены по продажам на такие танковые часы на сайте Виолити. Ссылочку я на него оставлю в описании. Что еще интересного есть на этой встрече? Это компас водолаза. Подробно вам могу прочитать информацию. Он какой-то тут прямо жид. А как он получается? Компас наружный морской тяжелого водолаза. А, нет, не так. Компас морской наручный КМН. Являлся штатным снаряжением для подводников-спецназовцев для ориентирования под водой в условиях плохой видимости. Цифры и стрелки светятся в темноте. Все. Я выбирал. И сколько денег еще раз? 1300. 1300. 1300, блин. Интересная вещь. Интересная, редкая, но она еще редкая за счет того, что сзади, если вы посмотрите, вы увидите номер 300. Это не глубина погружения, потому что до такой глубины еще никто не видел. Ну, что можно сказать. На таких встречах можно встретить что угодно. Компас водолаза, старинные статуэтки и даже кости мамонтов и другие артефакты тех времен. Вот, например. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Переходите в описание к этому видео. Там будет ссылка на мой инстаграм. Я выкладываю немножко больше фотографий со встреч коллекционеров, с походов на барахолок. Обязательно подпишитесь. И до новых встреч. Всем пока, друзья.